Несколько десятилетий назад игра в резиночку была очень популярна среди девочек, хотя и мальчики были не против попрыгать. Главный и единственный инвентарь, необходимый для игры, обычная бельевая резинка длиной около двух с половиной метров, связанная в кольцо. Для игры требуется не меньше трех человек, или двое игроков и дерево, стул, столб подходящего диаметра. Резинку растягивают, надевая себе на ноги. Один должен пропрыгать через нее по определенной комбинации. В случае удачной попытки игрок переходит на следующий уровень, резинка поднимается выше. Известно семь уровней, высшим из которых было по шею. Чтобы подпрыгнуть, игрок должен был проявить изрядную долю ловкости и сноровки. Комбинации прыжков тоже разные. Простые элементы даются легко, но над некоторыми нужно постараться. Есть. Как только прыгун ошибается, на его место встает другой участник, а допустившая ошибку девочка надевает на себя резинку. Если игроков четверо, пары меняются местами, когда оба игрока из одной пары поочередно допускают ошибки. Игра в резиночки развивает вестибулярный аппарат, координацию и внимательность. Учит тренироваться, побеждать, достойно проигрывать, спрыгать выше всех и дружить с ребятами, даже если в данную минуту они соперники. Годы идут, и кажется, что эти дворовые игры уходят в прошлое, но на самом деле они популярны и по сей день. Мы во дворе играем в резиночку каждый день, и мне нравится очень играть в резиночку, потому что я люблю заниматься спортом, и это интересно. У нас одна резиночка, мы сами ее придумали во дворе, она не как у других, и мы в нее играем каждый день, придумываем иногда что-то новое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова